Будет только уже лав. Талс Шок играет против Шарла Стинг. Если бы Шарла Стинг сегодня собрался бы оптимальным составом, можно бы сказать, что матч равный. Убирает мяч Тимофеева. Так, неудачно там. Дефлекшн был, что в лицо не пролетел мяч Гостевой. Лавриненко. Сама со средней мазала. Но вот сегодня, похоже, готова доказывать, что просто неудачная была игра. Сегодня будет решать. И вот сразу же со средней забило очень бодро. Гостева! Ну вот сегодня, видите, у нас технические неполадки. Экран полетел. Приказал долго жить, так сказать. Никитина! Забил. Сейчас она до конца тяжелого дошла. Остановилась. Пальц на Овсяникова. Нашли одну цупику. Цупику надо забивать. Везде успевает. Играет четвертого, пятого номера. И все успевает делать. Тимофеева изыщается. И забивает. И ассистирует. Паркани. Забилась первая попытка. Занеслась со второй. Много Киселевых у нас ли. Супикова три. Погон! 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 У Талса сегодня очень много замен. Ну, в принципе, как почти всегда это и бывает. Это кампло. 45 секунд! Никитина три. Первого. Лебедь в быстром отрыве. Анна. Наход Широкого. Широкого. Ну, наконец-то, решила бросить. Близко в стинг. Да. Не после первой половины. Я просто сейчас говорю, что Никитина есть 8 очков за половину. Это за четверть было. Так что нормально. Идет по своему стабильному ходу Никитина. Нет потери. Мне показалось, что в ногу попал. Как будто-нибудь у Талса с мячом. Неплохой пас на Цупикова. Цупикова. Дальше на Киселева. Киселева не бросает. Ищет партнера. Находит хороший пас Гостева. И Гостева. Лебедь. Находит Никитина. 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 После первого шага. Какой же атлетический? Тоже стараюсь как-то задействовать команду. На всю команду. Нет такого, что там 2-3 человека доминируют на мяче. Узурпируют мяч. Стараются командно тоже играть девчонки всегда. Ну, конечно, когда нужно, лидеры включаются. По типу там Гостевой или Цупиковой. За счет хорошей работы ног может, ну, 1-1 практически любого соперника разделать. Если он там не сильно в габаритах ее превосходит. И трешка от Гостева. Судя по всему, засту был. Потому что, по крайней мере, засчитали 2 очка, а не 3. Широкова. Горова и дальше добавил 2 очка свободные. Двойной слон заказывает часть Тимофеева. Хорош пикин-роз. Петренко. Я представляю, как тяжело большим, который выполняет черновую работу. Да, такой. Какой-то чернорабочий игрок, который выполняет трудовую работу. И представьте себе, он делает такие. Даже уже до 11 очков это было. Так что, да. Так что, уже двузначное лидерство в счете. Но Никитина может сократить отрыв. Второе мимо. И плюс 10 в пользу Талса. Графинская на Лавриненко. Лавриненко. Закидушная Никитина. Никитина. А, не Никитина это было. Это была Дорохина. Выходит Петренко. Меняет Тимофееву. Киселева раз-разом пытается бросать со зрения, но бросочек не идет у нее. Бросок, это, конечно, не сильная сторона Киселевой. Она эффективна только под кольцом. Пыталась подставиться. Под чардж. Судья не свистнули. Не забивает Супикова. Борьба за мяч. Талса снова выигрывает щит. Гостева. Гостева не спешит. Талс играет в своем стиле. В размеренном. В комфортном для себя скорости. Ганза 3. Есть! Ганза не очень. Вот Ганза, к которой категория относится. То есть, если вы одну ее оставите, она там в один из трех может забить. Что она и доказала сейчас. Еще трешка ассистирует и подбирает. Защищается. Гостева лучший игрок этой команды. Самый техничный. Самый скилловый. Но если мы говорим именно про конкретный один скилл трехочкового с получения. Да, на свободного. Наверное, даже в день или хороший день у нас забьет таких там 4 из 5 спокойненько. Плохой день там один из 5. Поэтому нельзя ее оставлять вообще. В ни в коем случае. Хороший пас! Хороший! Это еще хорошо, что подъехал Никитин. А то вообще был бы Радгром, конечно. К сожалению, Стинг очень расстраивает по ходу этого сезона. Много команд, которые идут ниже. Соперником для всех, но пока что Стинг это не девочки для битья, но команда, которая по кратичке обыгрывает все, кому не лень. К сожалению. К сожалению. Хотя я говорю, мы-то знаем, что Стинг как-то главное. Никитина. Пас на Елисееву. Елисеева. Дальше Никитину. Будет больше очков вести. Но вот как-то Стинг сегодня держится. Удается им как-то держится в счете. И Толст играет явно за пас. Елисеева. Хороший пас дальше на Лавриненко. Лавриненко не забивает. Елисеева подбирает. Не забивает. И Елисеева. Забьет, забьет. Семь. Команде соперник, позволяющий вернуться. Есть шансы на камбэк. Есть. Но для этого, конечно, то, что прямо сейчас тащить. Потому что времени не так много. Всего лишь четверть осталось. Оу. Дорохин получает мяч Никитина. Оу. Тимофеева. Чистик чехлит Никитину. Овсянникова. Ой-ой-ой. День авиации. Как вообще лучшее. Она просто побыстрее на ногах, чем Киселева. Киселева, может быть, более грамотную позицию занимает. Но Тимофеева побыстрее на ногах, чуть поатлетичнее. Что она доказывала. Сейчас сопрессовала ее и вынудилась совершать ошибку. Никитина. Снова Тимофеева на ногах просто не защищается. Пас на Трофинскую. Трофинская 3 от линии. Е-е-е. Надо добавить 2 очка Костевым. В атаке стинг. Никитина врывается в зону на двоих. Никитина. Не заносит Никитина. И добавляет скорректировки. Но надо сказать, что рывки соперников она тоже позволяет делать. Как это было в матче с Далласом, когда там Даллас сделал какой-то феноменальный рывок. Там 13-0 или 15-0. Она молчала. Не брала тайм-аут. Не получается у команды в атаке. Подсела команда чуть физически. Также в какой-то такой яме. Заслон она сейчас от Дорохина. Получает заслон. Дорохина провалится под кольцо. Поздно Пехенрол разыгрывать. Елисеев. Коллектив стинг играет больше как команда в атаке без тренера сегодня. Я не знаю, может это совпадение. Может здесь не надо искать причину и следствие. Да, это просто замахнулось. Два штрафных будет бросать Елисеева. Первый Елисеева. Так, я не понимаю, почему первые не засчитали, что ли, или что. Почему она три штрафных бросает, кто не знает. Она что-то не три бросала. Овсяникова. Закидушка в постель на Киселева. Киселева забивает фол. Не нашла фол. Надо возвращаться защиту. Минута третий. Лучший бросок трехочковый у Лебедь. Может быть и так, но не в этом матче. Потому что в этом матче вообще не идет. Спровоцировали потерю соперника. Надо забивать. Вот, сейчас догадались поменять. Сейчас выходит Никитин. Это ошибка. Это ошибка стратегическая. Потому что Никитин должна бы с самого начала там стоять. Она бы выиграла этот мяч. Лавриенко просто мяч через нее перелит.